Пятиметровый крест воздвигли недалеко от поселка Усть-Кара. Так, инициативные жители решили почтить память исследователей Арктического региона. Установке памятного знака предшествовала большая работа. Идея установки креста родилась, когда один из местных жителей задумался о происхождении названия «Мысо-полковник», который находится в шести километрах от поселка. Старожилов, которые помнят времена XIX века, в поселке не осталось. В местной администрации никаких сведений не нашли. Узнать тайну названия мыса помогли московские историки. Они нашли документы первой экспедиции русского географического общества на Полярный Урал. В 1846 году группа ученых под руководством Эрнеста Гоффмана отправилась в Заполярье. В 1847 году они дошли до Усть-Кары. Тогда там стояли несколько чумов. И вот этот господин Гоффман своими людьми ставит крест, на котором по латыни пишет «Славу делаем сами, ставит дату». И что интересно, в этих же документах я вам потом представлю их. Местные ненцы, которые жили там в чумах, ходили и поклонялись этому кресту. В 1903 году это место посетила полярная экспедиция под руководством Александра Варника, в честь которого назвали поселок Новый Гаче. Он занимался картографированием Карской губы. Когда полярный капитан увидел крест Гоффмана, решил почтить его память и назвал в честь него мыс – полковник. После ветхий крест был заменен новым. Впоследствии остатки основания памятного знака нашли местные жители. По инициативе Наринмарской и Мизенской епархии установили новый крест. «Владыка дал богословение по телефону накануне и попросил установить еще и памятную табличку. Но мы сейчас не в состоянии там на месте сделать добротную, поэтому там в офисе мы сделаем табличку или из титана, или как это мы делаем неоднократно, из титана или из нержавейки, согласуем текст в Русской Православной Церкви, и крест будет уже, вот то, что я вам сказал, будет нести информационный характер». Так в День Успения Богородицы на мысе почтили память первопроходцев Арктики, открытиями которых гордится вся Россия.